естественно много разговоров последнее время ведется о удивительно удачный так и хочется сказать счастливой вынужденной посадки самолета airbus уральских авиалейник который вылетал из аэропорта Жуковский в пункт назначения Симферополь словил целую стаю чаек в связи с чем были отказы одного двигателя и перебои в работе другого очень профессиональные действия экипажа совершенно очевидно хороший самолет и очень большой элемент везения привели к тому что никто серьезно не пострадал ситуация которая грозила обернуться огромной трагедией благополучно разрешилась ну да то есть разумеется тут же возникло большое количество но обсуждения продолжаются и безусловно в общем полностью поддерживаем что то что экипаж был награжден это на мой взгляд совершенно правильно и достойно вот хотя тем не менее в любом случае необходимо дожидаться результатов расследования которые покажет уже все так сказать полностью всю картину сможет воссоздать но даже вот так вот глядя со стороны даже не владея той информацией которая будет получена в результате расследования можно сказать что экипаж действовал абсолютно правильно и то что ну то есть сначала у них отказал был отказ одного двигателя и даже были какие-то обсуждения в соцсетях что вот могли бы например лететь на втором они начали садиться но тем не менее вот как я себе представляю просто глядя со стороны любая вынужденная посадка вне аэродрома это настолько рискованное и опасное мероприятие что ни один пилот по своей так сказать по своей воле имея вот будучи поставленным перед выбором зайти значит на посадку на аэропорт или садится в чистом поле разумеется никто не будет даже рассматривать такую альтернативу если есть такая возможность поэтому то что они совершили посадку в поле это безусловно повезло повезло то что поле оказалось подходящими там не было никаких препятствий в ходе этого приземления вот но но в целом конечно же что еще можно отметить из очень профессиональных действий это то что пилоты перед посадкой с помощью ну вероятно с помощью пожарных клапанов выключили двигатель то есть они не просто выключили двигатель это перекрывается полностью подача топлива по всем магистралям и это соответственно тоже снизило риск возникновения пожара как и то что посадка дополнялась с убранными шасси и здесь это ситуация на таком поле оно очевидно довольно мягкое то есть это не твердая поверхность куда лучше садиться на шасси вот точно так же как при посадке на воду здесь идет посадка с убранными шасси потому что риск если стойка подломится она вероятнее всего подломится это приведет но дополнительному удару по самолету возможности разрушения конструкции возможности пробития ну короче говоря последствия могли бы быть гораздо хуже то есть в этом смысле так вот на первый взгляд представляется действие совершенно безукоризненными ну и честно говоря складывается впечатление что печальные уроки вот катастрофы в шереметьево самолет сухой суперджет очевидно совершенно правильно восприняты экипажем очевидно они понимали в чем реальная опасность состоит то есть не в том что будет там сильный удар в том что может возникнуть пожар поэтому все противопожарные мероприятия были выполнены просто образцово и еще раз хочу сказать что конструкция самолетов никаких как бы сюрпризов в этом смысле не не принесла это с учетом того что если верить сообщениям средств массовой информации один из двигателей с пилоном оторвался тем не менее как ты правильно сказал это самого течи топлива значительно и не было пожара не в принципе отрыв двигателей это же это сказать это заложено в конструкцию самолета это мы все знаем что заложено в конструкции самолет и отрыв шасси должен происходить без разрушения топливных бак на практике это к сожалению не всегда так ну кстати вот сравнивать эту ситуацию с чудом на гудзоне где буквально аналогичная ситуация когда американский самолет влетел в стаю птиц один двигатель вырубился полностью другого было 10 процентов тяги соответственно дотянуть до аэродрома командир никак не мог и они сделали посадку на воду что тоже очень трудно и одна из принципиальных сложностей посадки что на ну и на воду и собственно в поле тоже что у пилота это не оборудованная полоса где у него есть информация о высоте и положении самолета и контролировать высоту визуально над водой совсем сложно потому что но это волны размер которого ну в общем для это сверху не очень понятен есть специальные пилоты морской авиации но они многие годы тратят на то чтобы подготовиться освоить этот навык вот и в то же время но там на гудзоне было помогало то что все таки наличие каких-то кораблей неподалеку они давали возможность все таки ориентироваться и понимать высоту точно так же и здесь в общем то поле довольно такая равномерная поверхность идея тоже высоту было трудно оценивать но тем не менее вот пилот с этим замечательно справился вот я начал с чего что именно при посадке на воду там тоже там один из двигателей оторвался в момент посадки другой не оторвался здесь вот возможно похожая ситуация я бы еще отметил интересный такой эффект который тоже не вернее факт который обсуждается это но биография дамира юсупова и то что его путь авиацию был такой не стандартный не такой как у всех что человек там после школы поступает в летное училище и как-то движется потому что его просто не приняли по состоянию как бы то есть требования медицинские требования были более жесткие чем нужны но тем не менее человек прорвался он получил сначала юридическое образование работал юристом и потом уже в возрасте 35 лет закончил санкт-петербургский университет гражданской авиации и вот поступил в тринадцатом году на работу в компанию урадские авиалинии соответственно то есть с одной стороны человек понятно вот шел целенаправленно к своей цели и и в то же время надо сказать что многие пилоты отмечают что система вот вот медицинские требования при приеме в летное училище они очень жесткие по отношению к общим мировым и что вот здесь вероятно тут есть что изменить потому что профессия пилота становится все более и более дефицитной вот когда таких вот людей отсекают просто по формальным признакам на каком-то стартовом этапе едва ли это правильно ну это конечно очень очень широкий вопрос потому что конечно у нас отношение и к летному труду и к летчикам и к подготовке летчиков радикально отличается от того что происходит в развитых странах у меня много знакомых в Америке которые начали летать после 45 лет ну естественно не как коммерческие пилоты как частные пилоты но суть от этого не меняется на самом деле мне кажется что интерес к авиации энтузиазм к авиации к полетам он носит такой вне возрастной характер понятно что лучше быть молодым и здоровым для того чтобы управлять техникой но на самом деле современные современная авиационная техника вполне так щадящие относятся к людям вполне 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 так сказать серьезного возраста я хочу напомнить что военной авиации несмотря на то же жесткие требования к подготовке молодежи который идет в летчики генералы отлично летают и вообще говорят в довольно преклонном возрасте и ничего плохого от этого не происходит мы прекрасно знаем примеры когда летчики скажем Люфтвафф или ВВС США в 42-43 года выходят на пенсию отправляются в коммерческие авиакомпании и там до 60 лет отлично летают но это конечно вопрос очень широкий ну вот раз уж мы заговорили про военную авиацию то тоже один из обсуждаем одна из обсуждаемых тем это поскольку причиной всего инцидента было попадание стаи птиц в двигатели вот эта орнитологическая ситуация имеет несколько аспектов но вот один из них мы с него может быть начнем это насколько задают люди вопрос можно ли вообще оснастить воздухозапорники двигателей какими-нибудь решетками которые бы защищали и было мнение что вот как бы у каких-то истребителей подобные решетки имеются вот на ваш взгляд насколько это реально и возможно ну на скидку я могу вспомнить сетки которые стояли на первых реактивных мигах но там были компрессоры центробежные на миг 29 есть панель которая перекрывает воздухозапорник на на взлете и открываются верхние воздухозапорники через которые собственно и воздух и поступает на носовой стойке стоит так называемый грязь защитный щиток который не позволяет камням ну при посадке на мало подготовленные полосы щеленки камням другим элементам попадать в воздухозапорник стоит это зверски дорого и если для боевого самолета это более-менее может иметь смысл для пассажирских самолетов где каждый полтора процент полтора процента дальности для снижения расхода топлива является по сути дела критическими если мы поставим такую сетку я думаю там 5-7 процентов тяги будет потеряно просто вся экономика все это вылизывание аэродинамики и собственно силовой установки будет так сказать зачеркнуто просто поэтому с учетом того что испытания на птиц стойкость проходят все самолеты и бросают туда этих куриц мороженых на стендовых испытаниях попадание одной или двух птиц в двигатель не приводит ни к чему кроме как к забойному на лопатках компрессора куда более эффективным средством борьбы с этим действительно поддержание аэропортов в чистом хорошем состоянии то есть использование средств которые бы не привлекали птиц ну разными способами или отпугивали их или просто не привлекали точно так же мы боремся с кроликами с другой живность которая разводится иногда в непропорциональных количествах на взлетно-посадочных на аэродроме по-простому универсального рецепта на сегодняшний день не существует то есть с одной стороны ну там как известно да что ворона птица умная она в самолеты не попадает а вот например чайки чайки глупые и чайки в самолеты попадают это вот такое в общем пилоты подтверждают такое наблюдение понятно что есть и вопросы и к орнитологическим службам аэропортов всегда вот но здесь конечно же еще один аспект который едва ли мы можем так сказать поскольку это не наша специальность мы это не сможем сказать глубоко но отметить надо это конечно же ситуация со свалками потому что собственно известно что вот эти все чайки они гнездятся не на не столько на водных каких-то участках сколько вокруг свалок и известно что аэропорт череметьево много лет боролся со свалкой которая у них была около и это были вообще многолетние тяжелые усилия причем именно по поводу всего одной свалки и вокруг жуковского тоже уже известно что свалок там много они там есть и официальные и неофициальные и закрытые но существующие и экологи еще два года назад предупреждали что ситуация опасная и в общем можно найти там поисков можно найти цитаты что когда люди говорили что рано или поздно это произойдет и вот соответственно мы видим что это произошло на этот раз получилось повезло получилось все хорошо но тем не менее это проблема с которой необходимо в общем очень тщательно работать и действительно вкладывать туда средства точно так же кстати как вопрос периодически возникают вопросы насчет того чтобы ну так поплотнее сделать застройку вокруг аэропортов потому что ну и земля недалеко от центра от москвы и вот в особенности когда земля ценная и периодически возникают такие разговоры или идеи чтобы сделать поплотнее застройку здесь вот тоже в очередной раз оно так сказать ну жизнь показала что это поле совершенно не лишнее я вот например когда буквально накануне посадки вот той чудесной посадки на Гудзон там было такое рассуждение по поводу спасательных жилетов в самолетах и у меня вообще была такая мысль что давно пора эти спасательные жилеты отменить потому что посадка на воду это событие очень сложные очень редкие и как правило приводят к тому кто самолет просто разрушается в момент посадки и что вот эти все спасательные жилеты просто лишний груз которое авиакомпании по традиции возят в качестве такого псих Churchill что тогда пассажирам говорят ну вот у нас есть индивидуальные спасательные жилеты. Пассажир слышит и понимает, вот да, что-то какое-то есть персональное для его спасения. Хотя очень мало людей им пользовались. Да, но тем не менее вот этот случай с Гудзоном показал, что вот таки действительно эти жилеты пригодились. Ну, они не сильно там пригодились. Ну, хоть как-то. Но тем не менее отказываться от них теперь вряд ли уже кто-то откажется.